Это программа Ресурсы. С вами Единора Саду. Здравствуйте. Государственный долг Республики Казахстан увеличился с начала текущего года на 571,3 миллиарда тенге и составил на 29 августа 4971,4 миллиарда тенге, сообщило Министерство финансов Республики Казахстан. Долг Национального банка составляет 10,9 миллиарда тенге. Долг местных исполнительных органов 15,5 миллиардов тенге. На 1 января 2014 года Госдолг Казахстана составлял 4400 миллиардов тенге. Для сравнения, на 1 января 2009 года Госдолг Казахстана составлял 1330,4 миллиарда тенге. Казахстан по индексу глобальной конкурентоспособности вновь занял 50 место со средним баллом 4,4. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Ежегодный отчет опубликовал Всемирный экономический форум. Все страны, участвующие в рейтинге, распределяются по стадиям развития экономики. Критерием распределения стран является показатель уровня ВВП на душу населения. Однако для определения стадии развития стран с высокой зависимостью от минеральных ресурсов, в том числе и для Казахстана, применяется второй критерий, который измеряет степень зависимости развития страны от основных факторов. Этот критерий определяется по доле экспорта сырья в общей структуре экспорта за последние пять лет. Страны, в которых доля экспорта сырьевых ресурсов в общем экспорте составляет 70% и более, относятся к первой категории развития – стадии факторного развития. Казахстан расположился на переходной от второй стадии эффективного развития к третьей стадии – стадии инновационного развития. Конкурентными преимуществами Казахстана, по оценке экспертов ВВП, остаются эффективность рынка труда – 15 место и макроэкономическая среда – 27 место. Рейтинг вновь возглавила Швейцария, которая удерживает стабильные позиции на протяжении последних шести лет. Далее идут Сингапур, США, Финляндия и Германия. В индексе глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2014-2015 количество оцениваемых стран составило 144, в предыдущем году было 148. В этом году в рейтинг вновь вернулся Таджикистан и не вошли пять стран – Бенин, Босния, Герцеговина, Бруней, Эквадор и Либерия. Зарплаты в Японии выросли в июле максимальными темпами с 1997 года на фоне попыток премьер-министра Синдзо Абе восстановить экономику страны. Среднемесячная заработная плата в Японии выросла на 2,6% по сравнению с годом ранее, сообщает Министерство труда страны. Однако с учетом инфляции зарплата сократилась на 1,4%, продолжив падение в течение 13 месяцев. Прирост доходов свидетельствует об успехе Абе в заложении основы для устойчивого экономического восстановления. В то же время отсутствие роста заработной платы с учетом инфляции ограничивает расходы домохозяйств. Шелл может вернуться в Арктику после двухлетнего перерыва. Об этом сообщает Вести Финанс. Компания представила план бурения американским властям 28 августа, что предполагает возможность возобновления работы на арктическом шельфе. Хотя окончательное решение пока не принято, представители компании говорят о начале операции уже летом 2015 года. Шелл потратила несколько лет и почти 6 миллиардов долларов на свою арктическую компанию. Суровые условия, плохая инфраструктура и короткий сезон для бурения препятствовали прогрессу. После того, как буровая установка села на мель в 2012 году, казалось, что планы компании в Арктике похоронены. Но препятствия для работы все еще остаются. Проблема в том, что оценки воздействия на окружающую среду правительство делало на основании предположения, что будут обнаружены запасы в объеме 1 миллиарда баррелей. Экологи успешно оспорили это в суде, поскольку регуляторы не рассмотрели возможность того, что запасы окажутся больше или того, что будут разрабатываться несколько скважин. То есть потенциально экологический ущерб будет сильнее. Шелл предстоит получить пересмотренную экологическую оценку, прежде чем будет возможность приступить к работе. Ожидается, что оценка будет завершена весной 2015 года, как раз перед буровым сезоном. И на этом пока все. Я напомню, что все наши выпуски вы найдете на сайте 24KZ, а также в социальных сетях. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова